Всем привет! Это «Практика Дэйс» — ежедневные прямые эфиры о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор ведущей проекта Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Николай Козак, управляющий директор по IT и цифровой трансформации «Дом.РФ». Мы очень часто в эфирах говорим о цифровой трансформации и постараемся сегодня сделать еще один шаг к лучшему пониманию ее целей и инструментов, реализации для различных бизнесов. Наши партнеры — агентство диджитал-маркетинга «Медианейшн», «Перфлюенс» — продажи через блогеров по модели CPA, «Апплауд» — увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, «Инвентив e-commerce» — оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce-услуг для международных брендов, «АВГ» — омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе, «Скиллстав» — B2B-маркетплейс IT-аутстаффинга и «САП Кастомер Экспириенс» — лидер рынка бизнес-приложений по трансформации клиентского опыта. Решения SAP Customer Experience позволяют быстро вывести процессы продаж, маркетинга и клиентского сервиса на новый уровень зрелости. Вот так. Коля, привет. Очень рад тебя видеть. Пускай сегодня в онлайн-формате. Как у тебя настроение, как начался твой день? Слушай, настроение у меня отличное. Я очень рад тебя тоже видеть. Всем доброе утро. Я совершенно поражен, как ты полностью четко рассказал про всех спонсоров и дал вот эту заставку. Слушай, эфира ты эфира, ты просто растешь. Это здорово. Ну, про спонсоров рассказывать мне удается просто потому, что спонсоры достаточно хорошо стимулируют меня это делать. Я понимаю. Зрители, да. Так что, да, растем. В прошлый раз мы с тобой виделись очень давно. Это была другая компания, другая должность. Твоя и совершенно другой разговор подозреваю. За это время проект действительно очень сильно изменился. Я очень рад, что ты тоже изменился и насколько только в лучшую сторону еще сильнее вырос и достиг определенных результатов. Об этом сегодня и поговорим. Давай начнем с рассказа о деятельности Дом.РФ. Расскажи, пожалуйста, о компании и ее масштабе. Смотри. Дом.РФ Это как такой бухглавый орел, как византийский герб. С точки зрения того, чем, собственно, мы занимаемся. Очень важно понять, что с одной стороны Дом.РФ является институтом развития, финансовым институтом развития в жилищно-строительной сфере. С другой стороны, это живые бизнесы, в центре которых, в центрах экосистемы, как сейчас принято говорить, находится банк Дом.РФ. Следовательно, когда мы говорим с людьми, когда мы говорим с кандидатами или просто рассказываем о компании, мы говорим о так называемых трех повестках цифровизации. Первая – это повестка государственная, это как раз Дом.РФ как институт развития. Вторая повестка – это, собственно, повестка бизнес. И третья повестка, куда же без нее, это повестка IT, потому что без нее, собственно, цифровизации не получается. Если говорить о институте развития, то здесь, наверное, самые важные истории, которыми мы занимаемся, непосредственно как государственная компания, это введение в оборот бесхозных участков земли. После того, как мы их находим, мы их через аукционы продаем на рынок. И после этого, это очень важно, мы гарантируем строительство на этих участках домов, в которых наши граждане будут потом улучшать свои личные условия. Вторая история с точки зрения государственной повестки и цифровизации – это разработка различных инструментов, механизмов, которые, собственно, помогают отрасли очень быстро идти вперед и удовлетворять потребности как государства, сейчас я об этом тоже расскажу, как юридических лиц, здесь будем говорить о банках и застройщиках, ну и, конечно, о гражданине. Что это такое? Это электронная закладная, вот сегодня вышел релиз, очень много средств массовой информации, что Дом.РФ впервые сросл с реестром на технологии распределенных реестров, блокчейн, да, или мастер-чейн, как мы говорим в России, запустил первую электронную закладную, что, ну, революционно изменит рынок ипотеки, сделает его прозрачным, быстрым и все такое. Например, история, которой мы также занимаемся по государственной повестке, ну, это, например, единая информационная система жилищного строительства. Наверное, на эту систему, кто не приобрел квартиру с точки зрения долевого участия, мало кто залезает, но вы всегда слышите об этой системе, когда слушаете какую-либо рекламу застройщика, вот в конце проектная декларация, на наш Дом.РФ нам удалось создать за несколько лет достаточно мощную информационную систему, которая аккумулирует информацию о долевом строительстве, и вот буквально два месяца назад мы получили право размещать в данной системе информацию о всей стройке, да, то есть нажатием трех кнопок вы можете узнать, как идет исполнение национальных проектов, да, напомню, что в год по национальным проектам мы должны вводить 120 миллионов квадратных метров жилья, и 5 миллионов россиян должны улучшать свои жилищные условия. Вот все это можно смотреть на системе. Дальше история очень интересная, о которой даже честно не мог подумать еще несколько месяцев назад, это цифровизация всей лифтостроительной отрасли Российской Федерации. Во портфолио Дом.РФ есть Чербинский лифтостроительный завод, и мы придумали сделать пилот, который состоит из двух частей. Во-первых, это цифровой реестр всех лифтов Российской Федерации, а во-вторых, это цифровой паспорт лифта. Что это позволяет? Это позволяет в режиме реального времени видеть все лифтовое хозяйство, понимать, в каком оно находится состоянии, понимать, как оно передвигается, когда надо делать техническое обслуживание, подписка и прочее. Еще, что, собственно, делает Дом.РФ с точки зрения государственной повестки, это технологии информационного моделирования. БИМ, как говорят на Западе, ТИМ, как говорят Российской Федерации, и как мы говорим, это цифровые двойники зданий от момента получения земельного участка до сноса здания. Это действительно 3D-модели, все в реальном времени видно, туда же подходит ESG-повестка, которая сейчас действительно очень важна в стройке. И уже очень многие здания можно наблюдать именно в технологиях информационного моделирования. Также это большие данные, которыми мы тоже серьезно занимаемся. Умные дома, арендный бизнес, который представлен достаточно серьезно, Дом.РФ, у нас находятся свои или подъезды, или доходные дома, арендные дома. Об этом тоже очень много говорит Виталий Леонидович в своем инстаграме. Это тоже позволяет улучшать жилищные условия. И очень много проектов, которые очень важно понять. Это государственная повестка, которой занимается Дом.РФ, и мы как команда цифры, она двигает жилищно-строительную отрасль вперед, как с точки зрения финансов, так с точки зрения различных инструментов, которые мы создаем, пилотируем и потом отдаем в отрасль для того, чтобы она использовала. И все мы это делаем, это очень важно понять, для исполнения национальных проектов. Как цифры мы работаем на пересечении сразу нескольких, это жилье и городская среда и цифровая экономика. Это блок так называемой государственной повестки Дом.РФ как институт развития. Вторая повестка тоже очень интересна и очень интересна для команды IT, для команды цифры. Это банк, который находится во главе нашей экс-системы. С полным набором таких направлений цифровизации, если мы говорим о банковском сервисе. Это информационные системы, это высоконагруженные информационные системы, это фронт-офисы, это виртуальные офисы. Конечно, это безбумажная ипотека, это проектное финансирование, которое, собственно, Дом.РФ и начал на рынке. И это мобильное приложение, конечно, это CRM-системы, которые также внедряются и внедряются достаточно быстро, потому что компания накопила достаточно большой технический долг. И сейчас мы очень много делаем для того, чтобы войти в тройку лучших банков, например, по ипотеке, по проектному финансированию. Сейчас мы ходим в пятерку. Кроме этого, у нас есть еще несколько компаний. Это компания, которая занимается стройкой, как я говорил в первой части. Те участки, которые мы вводим в эксплуатацию, на них должны быть построены здания, для того, чтобы все было честно, прозрачно. И государство получало только позитивные эмоции от работы Дом.РФ. У нас есть компания «Цифровые технологии». Это некий такой IT-хак, где находится большое количество программистов, которые в основном занимаются государственными информационными системами, связанные с жильем и стройкой. Но еще ряд компаний в целом, которые формируют экосистему жилищно-строительной отрасли. И Дом.РФ, если мыслить таким якомовским термином «Кастом» и «Джони Мэтт», мы хватаем с первого шага, я не буду говорить до последнего, до того момента, как гражданин решил изменить свои жилищные условия, даем ему вариативность очень широкую. И работаем для трех клиентов. Если я опять обращаюсь к якому, государству, это застройщики банки, это граждане. Вот, собственно, так что это интересно. И для того, чтобы все это летало, уже достаточно серьезные шаги сделаны с точки зрения IT, цифровизации, команды. И, например, одно, когда мы поняли, что цифровизация в госсекторе, если мы не хотим делать ее формально, а хотим делать ее с пользой людей, сотрудников государственной компании, то здесь очень большой фактор – это обучение, да, это построение культуры. Мы создали цифровую академию «Дом.РЭП», да, о ней тоже можно почитать, где, собственно, мы, даже сейчас с гордостью говорю, 600 человек в месяц, с учетом чиновников, строителей, застройщиков, мы обучаем по направлениям технологий и информационного моделирования, проектное финансирование устройств городов, это курс архитектора России. Ну и дальше, в следующем году будем запускать курсы по agile, в хорошем смысле этого слова и прочее, прочее. Вот такая очень… С одной стороны, компания воспринимается как некий монстр, но это флер, который имеют все государственные компании, а с другой стороны, если занырнуть вглубь, то, с одной стороны, колоссальный масштаб, то есть, если пилот сделал хорошо, то одним распоряжением, поручением он масштабируется во всей Российской Федерации, второе, ты реально можешь делать мир и жить в людей лучше, скорости потрясающие, потому что все надо было сделать вчера, и когда ты немножко устаешь вот от этого хорошего холивара государственной повестки, ты перепрыгиваешь в повестку бизнесовую и говоришь, о, мобильное приложение у нас не работает, давайте сделаем новое, ух, а может быть мы используем технологии блокчейн, которые мы использовали, а в государственной, о, давайте, и прочее, и прочее. Ну, как-то так, как-то так. Цифровизация, 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 как пишет Николай Шостаков сейчас в комментариях, цифровизация и даже лифтовые отрасли, кругом цифровизация. Ты, как управляющий директор по IT цифровой трансформации, в чем заключается твоя ключевая задача на этой позиции? Смотри, моя ключевая задача на этой позиции, первое, объяснить людям, что такое цифровизация, потому что здесь очень много такого хайпа, что такое цифровизация для дома, да, и вообще для государства. Первое, это повышение эффективности работы, второе, это прозрачность, вот, и третье, это скорость, и четвертое, если мы говорим про бизнес, это новые способы зарабатывания денег, да, новые бизнес-модели. Это первое, то есть очень важно определиться в терминах и объяснить там акционерам, партнерам, собственно, что такое цифровизация. То есть в доме нет цифровизации, там, ради Giles, Spotify-моделей и прочего, прочего. Компания очень конкретная и которая ждет очень быстрого результата. Это первое. Второе, с точки зрения цифровизации, важно определить целевое значение, определить, куда, собственно, идем. Вот, поэтому все государственные компании в прошлом году занимались упражнением, которое называется стратегией цифровой информации. Вот, у нас это 11 направлений, которые как бы бьются на повестку государства и бьются на повестку бизнеса. Вот, это второе, то есть определить, собственно, куда идем, как мы это делаем и прочее, прочее. Вот, и, наверное, самое важное, это сформировать команду и изменить культуру компании. И в доме идеальная история, когда я, как управляющий директор, формирую цифровую вертикаль, извините, там, коллеги из Яков, мы очень хотим стать бирюзовой компанией, но из-за того, что надо идти сейчас очень быстро, мы используем термин повестка, вертикаль и прочее, прочее. Куда входит как раз IT, куда входит диджитал подразделение, куда входит подразделение государственных информационных систем, ну и куда входит компания цифровой технологии, которая является IT-хабом. И что получается? Получается, что, с одной стороны, есть Core IT, да, это архитектура, это инфраструктура, это информационная безопасность, которой мы уделяем колоссальное внимание. И разные там системы мониторинга, системы там фабрики разработки и прочее, прочее. С другой стороны, это продуктовое подразделение. Вот недавно мы создали центр UX UI, да, с такими очень интересными ребятами с разноцветными волосами, там и прочее, прочее, которые занимаются очень интересными исследованиями. И это создается продукт. Вот так появилась там электронная закладная, так сейчас скоро появится там ипотека в три клика. И очень-очень многие истории, да, которые сейчас мы делаем. Вот, государственные сервисы занимаются разработкой государственных информационных систем. Здесь своя специфика, лицензия в стек ФСБ, которая, собственно, всех пугает, но очень правильная история, определенный технологический стек, интеграция через СМЭФ и прочие страшные слова. Вот, и наша такая IT-вольница, это цифровые технологии, где, собственно, работают программисты, которые все это делают. Вот, наверное, это самая важная задача, плюс постоянно общаться, постоянно рассказывать, что происходит, привлекать лучшие кадры и заключать правильные партнерства, потому что обо всем, что я говорю, без там Минцифры, Минстроя, Росреестра, это, собственно, было бы невозможно сделать, поэтому, собственно, вот в чем моя работа. Ну, для Дом.РФ понятно, что такое цифровая трансформация. Ты говоришь о том, что это одна из твоих задач объяснить, а попробуй объяснить это, может быть, универсальным каким-то определением, что такое цифровая трансформация в целом, не только для государства, не только для бизнеса, а в целом для тех, кто этого просто не понимает. Это повышение эффективности и прозрачности бизнеса, используя цифровые технологии. Можно считать, что цифровая трансформация – это некая компенсация того, что не было сделано вовремя, не было сделано в плане автоматизации, как ты говорил, накопившийся долг и отсутствие, возможно, своевременного фокуса на клиенте, клиентоцентричности. Ну, смотри, я не люблю смотреть назад, я всегда смотрю вперед, тех долг, давай выделять его отдельно, как он отдельно выделяется в каждом бэклоге, там, от 20 до 60%. Для меня цифровая трансформация, наверное, там, малая часть – это про прошлое, да, это нагоняет. Ну, знаешь, что есть такое ранж, чейндж и дисрап. Вот, для меня цифровая трансформация – это все-таки про чейндж и дисрап, да, про изменение рынка и про создание определенных продуктов, о которых мы, собственно, не могли подумать раньше. Да, у нас есть огромный в Воронеже единый сервисный центр, который совмещается и контактный центр и прочее, прочее. Да, мы там запускаем роботов, смарт-виары и прочее, прочее. Да, это позволяет нам повышать эффективность и не набирать огромное количество людей, да, с точки зрения, там, цифровых технологий. Это вот про то, что мы нагоняем. Но есть та же история единой информационной системы жилищного строительства, которая с использованием нейросетей может прогнозировать дефолт или задержку ввода эксплуатации того или иного объекта. Да, вот это уже про будущее. Блокчейн – это уже про будущее. Цифровой рубль – это уже про будущее. И для нас, и для меня лично, цифровая трансформация – это такой туннель, который ведет вперед. Но дальше вариантов очень много, потому что многие технологии, я уверен, мы вообще о них еще не знаем. Поэтому, да, безусловно, мы немножко нагоняем, но в большинстве своем мы должны думать о будущем, иначе мы всегда будем в ситуации догонятелей, понимаешь? Коль, ты рассказал сейчас о большом количестве разных проектов. Я еще перед эфиром почитал о том, что вы делаете, и, честно, немножко обалдел это количество. Знаешь, когда встречаешься с директорами цифровой трансформации в эфире, обычно есть там 3, 4, 5 ключевых проектов, которые реализуются в рамках вот этой цифровизации и на них фокусируются, но у вас просто какое-то гигантское количество этих проектов. А какие для вас являются основными, на чем ты держишь свой основной фокус сейчас? Смотри, здесь есть биполярное расстройство, но у нас это, грубо говоря, тройное. Смотри, с точки зрения государственной повестки, безусловно, это единая информационная система жилищного строительства, как единая база для построения различных историй с точки зрения цифровизации жилищно-строительной отрасли. Это платформа, на которую мы навешиваем разные модули. Она должна развиваться согласно продуктовой стратегии и прочее, прочее. Это то, что делается для государства, для застройщиков, для банков. Вторая история – это цифровые финансовые активы, потому что для того, чтобы улучшить жизнь граждан, надо не только строить, надо дать возможности арендовать или приобретать недвижимость. Если приобретать с точки зрения ипотеки за собственные средства и так далее. Это все истории, связанные с цифровой закладной, электронной закладной и прочее. Третья история, которая очень важна – это обучение, потому что мы знаем огромное количество ресурсов в стройке и здесь просветительская, образовательная роль развития вот так называемых digital skill-off тоже очень важна – это цифровая академия Дом-РЭП. Это системы, связанные с земельными блоками, потому что когда мы, как я уже говорил, продаем на аукционных участках земли, мы должны гарантировать, что там будет стройка. Это если общими такими мазками крыть о государственной повестке. Ну, там еще очень важно – это технологии информационного моделирования, конечно, это суперсервисы, там, стройка в один клик по индивидуальному жилищному строительству, многоквартирному промышленному. Это, видишь, как много квартиру, машину, дачу, да, раз, но государство идет вперед с колоссальной скоростью, и поэтому институты развития должны обеспечивать такую многозадачность и такой объем. С точки зрения бизнес-повестки здесь значительно легче. Приоритет на 2022 год – это запуск нового мобильного банка. Второе – это автоматизация проектного финансирования. И третье – это ипотека, безбумажная ипотека. Это три фокуса. С точки зрения IT-повестки номер один фокус – это техно-бренд, это команда, да, потому что год назад к нам вообще не шли программисты. Вот, теперь движение началось. Мы создали отдельный офис, где можно ходить как угодно на Ленинградском проспекте. Отдельный офис для IT-шников. Это метапы и прочее, прочее. Какой-то цифровой техно-бренд, который мы строим вместе с командой IT. Вторая история – это ликвидация технического долга, технологического долга. Во-первых, это правильная система мониторинга, цоды, облака и прочее, прочее, учитывая все ограничения, которые есть на нас, как на государственной компании и прочее, прочее. Третья история – это быстрая разработка. Вот, и с точки зрения IT, наверное, да, вот с точки зрения бизнеса и IT, какие имеющие фокусы такие понятные – раз, два, три, раз, два, три. А с точки зрения государства здесь, я бы даже сказал, что мало, да, потому что надо делать еще больше. Интересно, что для того, чтобы поддерживать вот эту цифровую трансформацию, смотреть в будущее, мы создаем сейчас, кроме UX, UI-центра, мы создаем центр R&D, проектов, разработок. Скоро будем говорить об этом на рынке, привлекать стартапы. Ну, для чего? Для того, чтобы постоянно качать отрасль и нащупать те истории, там, промтех, да, которые будут интересны уже, там, в следующем году и прочее, прочее. Вот, там фокус – это большие данные, строение предиктивных моделей, нейросетки, искусственный интеллект и технологии умного дома, которые, вот мы считаем, тоже имеют достаточно сильный потенциал, как для государства, да, потому что это стимулирует отечественных производителей производить различные вот эти модули так и для застройщиков, вот, и даже банков, потому что умный дом – это очень интересно. Вот. Много проектов. А продавать недвижимость в метавселенных будете? Или создавать свое? Смотри, об этом думают реально ребята. Технологии вообще метавселенная. Мы, скажу честно, начали в эту историю играть с рядом застройщиков с точки зрения обучения строителей, потому что есть определенные лифт строительной отрасли, например, истории, где в виртуальной реальности действительно есть возможность строить хорошие курсы по обучению, да, то есть я могу сказать, что первый шаг мы уже туда сделали. Второе. С точки зрения развития платформы «Наш дом.РФ», мы загоняем туда, ты там скоро уже сможешь посмотреть не только, где строится твой дом, ты сможешь посмотреть построен ли он с точки зрения, там, энергоэффективных технологий, да, повестки ЕГ, сможешь посмотреть, какая экология в данном районе, какая инфраструктура с точки зрения, там, транспорта, детских садиков и прочего-прочего. И, возможно, мы построим какой-то слой, да, который будет иметь сутевое значение, это демонстрация путешествия, да, по твоему будущему дому, по твоему будущему району проживания, вот, с другой стороны, как бы соединит нас с метавселенной. Ну и еще, с точки зрения нашего арендного бизнеса, аренда «Дом.РФ», ребята уже реализовали историю, когда, если ты хочешь ехать в квартиру, ты можешь ее посмотреть в виртуальном туре, ну, тоже. Так что отвечаю, да, думаем об этом, и, думаю, в конце этого года что-нибудь уже на рынок представим. Слушай, а сколько же человек работают в вашем IT-блоке, блоке цифровой трансформации, не знаю, как правильно сказать, под твоим началом фактически, просто страшно представить, на самом деле. Смотри, это лучший вопрос, да. Я могу сказать, что работает больше тысячи человек, вот, и я очень долго пытался сделать так, чтобы все-таки большинство было инженеров, вот, и сейчас действительно очень много инженеров работает, ребят разработчиков, работают там, хотят в офисе, хотят дома, хотят там в хабы, которые мы скоро будем открывать в различных регионах. Вторая история, с которой мы очень сильно усиливаемся, это, разумеется, это аналитики, да. Третья, куда же без исследователей, CPO и прочих-прочих. Вот, также огромное влияние, и это уже матрица, это работа с PR, GR, потому что достаточно много задач, которые решаются. И это работа с командой HR, здесь так же. Вот, то есть больше тысячи человек, большинство это инженеры, ну, также большое количество профилей, ребят, которые, девчонок, которые создают вот такой правильный бульон, вот, с одной стороны, не дают айтишникам уходить в скучную, там, интроверскую плоскость, качают миры и делают у нас такой небольшой хороший бардак, что даже, там, Виталий Леонтьевич в своем инстаграме, вот, крайние полгода с того же писать о цифре, вот, и наши разговоры с ним о спорте, и все больше о цифровизации. Пишут в комментариях, что масштабы направления проектов впечатляют, действительно впечатляют, но скажи откровенно, честно, твой опыт работы, у тебя шикарный опыт работы в крутейших компаниях, но Leroy и Delimobil в плане твоих направлений, они все-таки были другого масштаба. Было ли тебе сложно вот так вот перейти в новую для себя отрасль, насколько я понимаю, и заняться настолько глобальными проектами в таком большом, с таким большим штатом сотрудников? Да, было. До сих пор бывает достаточно сложно. Ну, уже не сильно для меня, уже я вижу это на тех сотрудниках, да, которые приходят в команду. Я могу сказать, что когда я начал работать в доме, буквально на третий день я был на совещании, где сидело два министра, которых раньше я видел только по телевизору, понимаешь. Вот. Сначала меня это пугало, потом мне это нравилось, потом я понял, что это, собственно, такие же люди, с которыми интересно работать. Второе. Это, наверное, такой принцип айкидо. Здесь надо очень понимать силу слова, силу действия, да, когда нажатием одной кнопки ты масштабируешь продукт на всю Россию. Это тоже очень круто. Вот. А с точки зрения команды, ты знаешь, наверное, что я люблю? Я люблю из пазлов собирать картинку, я люблю определить, куда идем, и, собственно, собираю команды. Наверное, это самая важная история руководителя. И самое сложное было набрать, продать, убедить команде генерального штаба. Ребята, которые со мной работают, знают, что я создаю штаб, да, в котором присутствуют люди, которые автономны, могут решать задачи. Вот это было самое сложное. Вот. А дальше, знаешь, все очень много дало розницу, очень много дал делимобиль с точки зрения там цифры, с точки зрения скорости. Вот. И сейчас уже так просто здорово. Ну, конечно, ломка от масштаба, она была колоссальная, потому что даже вот все эти истории, что госкомпания, там черные носки, это синие костюмы, вот, это дресс-код. Это мы там поломали очень быстро, открыв там IT-офис. Вот. Видишь, у меня часы такие, костюмы сегодня серые, носки, правда, черные, не будут показывать. Вот. А вот история, когда ты понимаешь, что ГОС это очень быстро, когда ты понимаешь, что ГОС это масштабный, и от, там, не знаю, полка начинаешь командовать, там, дивизией, округом и прочим-прочим, это интересно. Ух! Вот. Ну, ощущение, что сейчас я что-нибудь возьму и сломаю. Вот не было такой дрожи в руках, когда только начинал. Слушай, ну, у меня тысяча прыжков с парашютом, ну, у меня риск-фактор, он немножко стрёмный. Я не боюсь ничего сломать, и на каждом интеграционном интервью сотрудникам, которые приходят на топ-позиции в команду Дом.РФ, я говорю, здесь лучше сделать, чем не сделать. Вот. Вот этот шаг, да, все, Дом прощает ошибки, не акционеры обращают ошибки, но вот именно качнуть, что-то сделать, ну, надо. Да. Когда мы запускали вместе, там, с Росреестром электронные закладные, когда, там, блокчейны, вы говорили, что, вас сейчас хакнут, там, ну, что, блокчейн нельзя, надо мастер-чейн. Мы это сделали, ну, здорово. И огромное количество таких проектов. Знаешь, еще очень важная история, которая, наверное, важна в больших компаниях, очень больших, потому что Дом — это очень большая компания, это то упорство, и та, даже это уже не стрессоустойчивость, это не про выгорание, это про какое стабресс, это упорство, с которым надо идти в цели. Вот здесь мне как бы очень много помогает триатлон, да, когда ты понимаешь, что серьезный проект, вот прям серьезный проект, ну, это года три, да, вот, хотя там, вот, суперсервис постройки запустили, там, буквально за шесть месяцев, вот, но серьезные проекты делаются достаточно долго, если мы хотим их сделать хорошо. Вот, и здесь прям надо очень хорошо работать с обратной связью, с критикой, уходить из истории, что все вокруг там люди, которые не знают, как делать, и прочее, прочее. Вот это тоже очень важно. Вот, но, видишь, история получилась, история получается, это здорово, и здесь как бы классно то, что когда я завернул, занырнул в государственную историю, я понял, что министры, замминистры, министерства, это не скучно, это интересно, это тоже люди, вот, которые там общаются в Телеграме, там пишут какие-то сайты, вот, и имеют очень хорошее образование. С другой стороны, это скорость, и это интересно. Если говорить о ключевых компетенциях человека, который потенциально может стать CDTO, да, директором цифровой трансформации в крупном бизнесе, что бы ты выделил? Я слышу сейчас из твоих слов, что первое, это уметь такой, сложить пазл стратегии для компании, второе, это собрать команду, построить работу этой компании, и третье, как мне кажется, убедить руководство в необходимости тех или иных изменений. А с твоей точки зрения, что бы ты выделил все-таки как ключевые компетенции крутого CDTO? Борь, смотри, ну, первое, я не люблю вот это сокращение CDTO, да, потому что здесь акционеры, это генеральные директора имхо, да, совершают огромную ошибку, когда они берут человека и потом, собственно, помещают его или в клеточку космонавт, вот, или в клеточку с еще более там серьезным определением. Почему? Человек, который хочет делать трансформацию, тем более цифровую трансформацию, должен иметь рычаги, да, он должен или иметь полное влияние на IT, потому что все эти истории там, ну, нельзя сделать цифровую трансформацию без очень мощного IT-блока, да, пускай на меня не обижаются продуктовики, ну, сначала электричество, да, сначала там 0 единица, там, код. И он не может совмещать должность, будучи IT-директором и директором по цифровой трансформации. То есть для меня вот эта позиция, которую сейчас, ну, я думаю, что сейчас хайп спадет, все бросились, она немножко искусственна, да, понимаешь, это как раньше были евангелисты, agile коучи там и прочее, прочее. То есть здесь нужен очень серьезная ответственность и очень серьезная практическая отдача. И вот цифровая вертикаль, какая мы создали в доме, это прекрасный пример, как это работает. Я знаю другие компании, где это не работает, где IT-директор говорит, что CDTO это полный космонавт, CDTO говорит, что IT-директор это там полный ретроград, а в результате фазм не срастается. Это первое. Второе, мы много работали и с Минцифрой, и с командой HR дома с точки зрения цифровой компетенции. Все очень просто. Представь три круга. Первый круг это хардскиллы, да, потому что человек должен все-таки разбираться в профессии, да, в стройке там, в прочем-прочем. А вторая история это софтскиллы, надо уметь убеждать, строить отношения, быть дипломатом, уметь говорить нет и прочие истории, которые там вот сейчас очень мощно учат бизнес-школы. А третья история это цифра, понимаешь, это именно диджитал скиллы, это умение открыть командную строку, понимание, как пишется код, понимание релизного цикла, понимание тестирования, понимание там общих сред разработки, там и прочего-прочего. Это первый уровень, да, ну дальше с ключевыми людьми мы всегда общаемся, там вот физически, важно, чтобы человеку до мурашек хотелось там менять мир. Мы говорим, да, очень сложно, очень тяжело, но у тебя есть реальная возможность изменить жизнь в Российской Федерации с точки зрения цифровых технологий. Драйвит, если видим, что там драйвит, окей, вот, или у тебя есть возможность банк, там, с чистого листа вывести в топ-3, да, и нормально конкурировать с зелеными, синими монстрами, в хорошем смысле этого слова. Вот, а дальше идет уже та история, которая, ну, наверное, важна в любом бизнесе. Да, это стрессоустойчивость, умение договариваться и прочее, прочее. Но, первое, вот, всегда говорю, что я против выделения CDTO, я за формирование единой цифровой вертикали, тогда работа с IT получается очень близкой. Я за огромную роль IT в цифровой трансформации, но не в истории, что IT-директор может делать цифровую трансформацию, ее должен делать генеральный директор, да, по-хорошему. Вот, и с точки зрения того, что классические схемы hard-soft-скиллы появились диджитал-скиллы. И, если быть уже совершенно откровенным, надо понимать, что эта история, она уже релевантна для любого бизнеса, потому что сейчас даже генеральный директор, который не разбирается там в цифре, вот, не разбирается в IT, ну, мне кажется, что там, там много зон роста. Ну, представь себе, что я, например, владелец крупного ритейлера или банк какого-нибудь, и я, наслушавшись умных людей в эфирах у Бориса Преображенского, понимаю, что моему бизнесу требуется цифровая трансформация. Я понимаю, что, на самом деле, это очень активно сейчас продвигает в массы теорию, что e-commerce это основа такой цифровой трансформации, это первый такой шажочек, потому что всем понадобился e-commerce, и e-commerce за собой тянет огромное количество различных технологий и выводит на цифровую трансформацию крупные бизнесы. Так вот, мне как владельцу банка или крупного ритейлера, с чего начинать тогда вот этот процесс цифровой трансформации? Искать крутого топ-менеджера, ну, извини, не так много людей есть действительно высокого уровня, которые способны взять что-то перевернуть, ну, или даже найдя такого человека. Каким образом вот по твоей теории стоит его встраивать? Как этот вертикаль создавать в компании? Смотри, что первое надо сделать, надо пойти от клиента, вот, просто пройти клиентский путь по методологии CGM, да, выделить красным то, что у тебя не работает, выделить красным все, что делается там больше, там, часа, вот, и после этого понять, собственно, что у тебя проблемы. Вот. Второе, ну, как работает, да, бизнес должен создавать цели, и акционеры, генеральные директора должны быть немножко бизионерами, а лучше немножко. Вот. Дальше просто ты рисуешь ситуацию, где ты сейчас находишься из ИС, да, ты рисуешь ситуацию, где ты хочешь быть, вот, смотришь мочи, мочмарки, смотришь там, лучшие практики в отрасли, вот, и только от задач ты начинаешь уже создавать структуру. Вот. Мне очень давно очень уважаемый Леонид Борисович Страхов рассказывал, что там любую структуру надо создавать от задачи, приводил в пример самолет, говорил, вот если мы строим пассажирский самолет, он должен решать такие-то задачи, военный, он должен решать такие-то задачи, и, собственно, быть нагружен. Я это запомнил там на всю жизнь, вот, и от этого уже создавать структуру. Ну, дальше зависит от бизнеса, вот, есть несколько историй, если вы хотите там революцию, берите там эффективного менеджера со стороны, вот, если вы хотите эволюцию, выращивайте людей сами, вот, на рынке колоссальный голод, и, вот, мы, например, сейчас серьезно работаем со стажерами, выращиваем людей сами, вот, остальные структуры, они все придуманы, это Core IT, это цифра, ну, цифровые продукты, вот, это единая цифровая вертикаль. Ну, это звучит хорошо, прямо как в эфире у сообща к недавнем про точку А и точку Б, но все-таки, если я владелец банка и вижу точкой Б, нечто среднее между Сбером и Тиньковым, например, вот, хочу что-то такое, но мы же понимаем, что это фантастика, и очень часто собственники, они не особо хорошо понимают, куда бы они хотели провести бизнес, провести свой бизнес, даже так, многие часто бывают настолько сильно погружены в свою операционку, смотрят на EB2, вроде хорошие, вроде нормально работаем, и как раз вот то видение получить, куда можно было бы двигаться, поставить цель, от нее уже нарисовать задачи, и ту же цифровую трансформацию каким-то образом планировать, им тяжело, вот им, при отсутствии этого вижена, что им делать? Ну, во-первых, слушать эфиры Бориса Преображенского, это будет первое осознание, да, того, что надо двигаться. Смотри, что надо делать? Надо много читать, вот это первое, второе, надо много читать на английском языке, третье, надо общаться с правильными людьми, и тогда все получится. Понимаешь, вот эта история, она просто вводит дискуссию в тон, ну, давай поговорим о том, что акционеры не должны быть погружены в операционку. Да, они не должны быть погружены в операционку, но я знаю очень многих акционеров, которые спасали свои компании, погружаясь в операционку, вот, и при этом хорошо думали про цифровую трансформацию. Я знаю много компаний, которые, ну, неправильно, бездумно топили цифровую трансформацию, забывая про логистику, забывая про операционку, забывая про все, и компании уходили в пике, вот, поэтому, ну, собственно, Кроме тех историй, которые я сказал читать, надо создавать правильные советы директоров, правильные наблюдательные советы для того, чтобы эта история была. А продолжать говорить о том, что цифровая трансформация, it's all of future и прочее, это надо заканчивать. Это наше уже прошлое, настоящее, потому что нас ждет метавселенная и прочее. А тот акционер или тот генеральный директор, который не может нарисовать стратегию своей компании, тогда он будет проживать не свою жизнь и тогда за него нарисуют стратегию компании. В банке все понятно, идеальный клиентский опыт, фиджитал, отделение, любое помещение становится отделением, андирайтинг. Agile, экосистема. Да, да, да. Ну смотри, здесь две точки. Если у тебя столько денег, как о тех коллегах, о которых ты сказал, ты можешь об этом говорить. Но если у тебя там, собственно, банк небольшой, то здесь уже работают какие-то смарт-истории. Я очень много общаюсь сейчас с людьми в банковском секторе. Все знают, собственно, куда идти. Инструменты разные. Но вот этот хайп платформы, экосистемы, он немножко спадает с точки зрения того, чтобы каждый клиент привлекался эффективно, чтобы LTE клиентов было хорошее, чтобы операции были хорошие, чтобы контактный центр работал там 10 на 90 и прочее. В этом смысле рынок немножко меняется, он становится более таким правильным, более конкретным. Мне очень понравился твой совет, наверное, о том, что создать консультационный совет, наблюдательный совет, спросить тех, кто знает. И это на самом деле может позволить себе на самом деле и крупный бизнес, и средний, и малый собрать такой консультационный совет, не знаю, advisory board из тех людей, кто разбирается, и периодически их мучить вопросами, разрабатывая стратегию. Это очень простое и правильное решение, мне кажется. А по поводу читать, Коль, ты сказал, что читать много, читать на английском. А что читать? Ну, смотри, я тебе могу рассказать, как начинается мой день, вот, и могу сказать, как начинаются мои выходные проходят. Первое, это Bloomberg, это RBK Pro, это ряд книг по управлению, которые я читаю, да, которые помогают. Вот сейчас RBK Pro, практика для менеджмента, я сегодня опубликовал себе в аккаунте, вот, и прочее, прочее. Это позволяет тебе постоянно быть в каком-то контексте и смотреть на какие-то истории, которые могут тебя немножко ударать. Второе, Telegram, мы там очень тесно сотрудничаем с Ассоциацией АФТ, Ассоциацией финансовой технологии. Ребята делают прекрасные обзоры по финтеху, прям классные, интересные. И иногда те истории, которые делаются там в Танзании, там, не знаю, во многих маленьких странах с точки зрения там финтеха тоже говорят, блин, а почему нет? Я уже даже не говорю про Китай, где там делается космос. Вот. На выходные, если следишь за мной, там, в Фейсбуке, я очень люблю набирать бумажную прессу, вот, это «Бедомости», «Коммерсант РБК», «Форбс», и просто их тоже читать, да, вот. Это все позволяет тебе, с одной стороны, быть в поле, а с другой стороны, позволяет там думать, ё-моё, вот туда надо пойти. Плюс общение с сообществом, то есть встречи там, например, с АФТ, встречи там с застройщиками, впрочем, тоже стимулирует тебя на такие истории. Вот. Бизнес-клубы тоже любимые. Вот. А изначально можно там взять китайский опыт, вот, и, в принципе, года на три хватит. Вот. Просто здесь самое важное – постоянно себя дергать, то есть никогда не надо расслабляться, и, мама дорогая, вот, постоянно создавать какие-то триггеры, которые, как бы, будут твои нейроны разгонять. Stay hungry, stay foolish, понимаешь, все остается. Но если говорить все-таки о прикладных вещах, бизнесу нужен директор цифровой трансформации и IT, скажем. Мне недавно звонил IT-директор достаточно крупного ритейлера и говорил о том, что он замучился гонять с админов, ну, там, руководителями всякими двигать какие-то IT-проекты реализовать, говорит, что ты хочешь такого нового, ты много с кем разговариваешь, а что ты думаешь, как вообще вот реализовывать, куда мне дальше двигаться? Я ему рассказал, что я искренне считаю, что надо пойти, пройти курсы, например, скажем, у Юлианы Гордона и Венга. Нужно читать очень много про цифровую трансформацию, разбираться тоже с ИДЖМ и так далее, и потихоньку двигаться в такого директора по цифровой трансформации и IT, тем более имея хороший IT-бэкграунд, который сейчас будет по спросу только расти, расти, расти. И в целом эта задача достаточно интересная для IT-директора. Ты согласен, что это достаточно неплохой вариант для него и в целом для рынка? Вот так вот учить IT-директоров. Все-таки, по твоим словам, директор по цифровой трансформации – это скорее не там маркетолог, как часто это берут, выдвигают наверх, говорит, цифровую трансформацию у нас делаешь. Это именно IT-шник. И да, и нет, Боря. Я сейчас несколько месяцев назад там взрывал рынок, я искал CEO, IT-директора на дом и банк. Хотя мне предлагали, говорит, ну, Коль, давай, давай сразу все. Вот вроде получается, вроде идет. Понимаешь, здесь профиль IT-шников, вот таких грамотных, которые просто могут нарисовать себе архитектуру там высоконагружной системы и сказать там, как развернуть там облако и прочее, прочее. Их очень мало, да. Но, к счастью, эти ребята, они никогда не будут жечь на палку. Вот. И они не смогут убедить акционера. Я просто смотрю по своим ребятам, которые выходят на бюджетный комитет. Вот. Их как вампиров от солнца просто. Они не могут объяснить бизнес, бизнес не может объяснить им, почему, собственно, надо продлевать поддержку системы электронного документа оборота. Когда говорят, а что вы не напишите сами систему электронного документа оборота? О май гад, зачем? Вот. Они ловят белый чешок, и это нормально. Вот. Поэтому здесь истории, которые... С точки зрения айтишника, если человеку хочется измениться, конечно, да, вперед, надо пробовать все. Да. Но классных историй, они именно вот в таком симбиозе. Понимаю, чем классная модель Leroy Merlin, когда там компании, каждым магазином управляют три человека. Вот. Это разные профили, которые создают разную историю. Для меня трансформировать компанию с точки зрения цифры могут три человека. Первый человек – это генеральный директор, который должен это поднимать, давать карбланш, там, право на ошибку, давать колоссальные ресурсы. Вот. Второе – это очень сильная core IT. Это ребята-интроверты. И это очень сильный топ-менеджмент. Понимаешь, вот в доме это управляющие директора. Вот тогда картинка войдет. Но научить, даже прогнав через курсы Юлианы, даже прогнав через хороший менторинг, прогнав через все айтишника, который там привык жить в двоичном ходе, а ты его там зовешь на управление компанией или там к Мацуту Игореву Шадаеву, и говоришь, давай, жги. Ну, понимаешь, вот здесь мы все там зверушки социальные и психологичные. Вот. И здесь как бы три круга – hard, soft, digital. Хотя, ну, эксперименты – это тоже хорошая вещь. Слушай, ну, если говорить про людей, вы набираете очень много, да, сотрудников из IT. А как все-таки это делать, когда есть такие крупные компании, которые создают просто идеальные условия, дают гигантские зарплаты, и люди стремятся туда именно за этими задачами и за условиями. Как вам удается развивать это направление и играть новых людей? Смотри, классно. Вот я об этом говорил и там в прошлый год, и буду говорить. Первое. Действительно, ты должен создать какую-то дополнительную ценность для человека, который приходит к тебе работать. Я говорю о разных направлениях, да, и о разных грейдах. Первое, что мы даем – мы даем масштаб. Да, ты действительно можешь прийти домой и там рассказывать, ребята, я вот сделал электронную закладную, или я сделал технологию информационного моделирования, да, или я сделал сайт стройгофру, который там вице-премьеры, там я вижу в админке, там один вице-премьер, второй вице-премьер, там и прочее, прочее, прочее. Входит туда и использует. Это первое. Второе. Ты должен понимать и создать гигиенические условия. Везде огромные зарплаты, там рынок перегрет, я спорю с HR, а, меж, скорее всего, скоро будет отток. Но когда ко мне приходят ребята, хорошие там, тим-лиды, и говорят, Николай Дмитриевич, я работал в аду. Я не буду называть компанию. Я говорю, что, там же классные зарплаты, там все. Нет, я работал в аду. Вот, я не хочу этого. Я говорю, ну там нет. Вот, это очень важно понимать. Вот, человек должен работать где угодно. С человеком надо общаться. Вот, и, собственно, вот из всего этого получается история. Удержать человека за деньги, ну, слава богу, мы можем платить очень хорошие деньги. Ну, я всегда запрещаю играть, кто заплатит больше. Не нужны люди, которые работают за деньги. Нужны люди, которые работают за идею, разделяют твои ценности, и ты им должен создать комфорт. Понимаешь, это звучит как бла-бла-бла, но то, что Виталий Леонидович там, Мутко сказала, ребята, как, вот вы как сноубордисты, вы безумные какие-то. Вот, у меня были сноубордисты на Олимпиаде, они жили в отдельной деревне. Вот, вы можете сделать себе отдельный офис. Как? Вы можете ходить, как хотите. Вы можете работать там на удаленке, как угодно. Вот. Вот так и делаем. Но самое важное, вот когда приходят люди, я им показываю просто несколько админа в режиме реального времени, и говорят, ты хочешь вот сделать такую вещь? Блин, я хочу сделать такую вещь. Вот ты хочешь там с нуля разбить там новую Афину на микросервисы? Блин, хочу. Вот. Ты хочешь работать там с блокчейном? Блин, хочу. Вот этим, понимаешь, масштабом. Ты должен дать человеку, грубо говоря, любовь к морю, корабль он построит сам. Понимаешь? Вот. А то, что рынок перегрет, то, что меня ненавидят все вендоры, потому что я сказал, что мы идем в собственную разработку. Вот. То, что мы превращаемся в инженерную компанию. Вот. Но еще очень важная история, идут на команду. Понимаешь? Я просто вижу, я вот сейчас беру достаточно ярких звезд, вот, и я вижу, как команды начинают к ним приходить. Вот. Это прям здорово. Вот. Мне кажется, что это уже не проблема, потому что как раз вот из тех компаний, которые платили огромные деньги, не давали идею и потом пережимали людей, вот. Просто как один очень уважаемый менеджер сказал там, все, хватит удаленки, все в офис. У меня количество воронки у HR-ов там в два раза. В другую компанию приходят новые акционеры, и я говорю, щуп, банк продается, щуп. Я уверен, сейчас у меня из розницы будет огромное количество, ты знаешь, почему, людей. Вот. Поэтому я уже бы не драматизировал вот эту историю. Мы научились нанимать, и вторая вещь, надо как бы учить людей, надо интегрировать людей правильно, и надо выращивать людей. Но здесь надо колоссальное терпение работать со школами, работать там с физтехами и с прочими историями для того, чтобы уже делать это. Но с точки зрения IT вы стараетесь все в инхаус развивать, или все-таки подрядчики, аутстаффинг в конце концов? Смотри, есть специфика государственной компании. Специфика государственной компании это или 44 ФСЗ, или 223 ФСЗ, это закупки. Вот. Поэтому у меня есть такая поговорка, хорошая закупка это та закупка, которой нет. Вот. Это первое. Просто для того, чтобы идти быстрее. Второе. Я всегда был против иглы, на которую садятся многие компании. С точки зрения там кода, с точки зрения всего. Вот. И если уже говорить там к истории, ну, бизнес-эффективности, все компании, которые лидеры, они технологические компании. Они строят свою экспертизу. Строят для себя, потом они могут ее даже продавать. Вот. И действуем очень просто. Да, создаем свои центры экспертизы, своих людей, берем системы, которые у нас были огромные, бьем на микросервисы, забираем поддержку и переводим на себя. Классная инженерная задача. При этом я там очень благодарен многим подрядчикам. У нас работают очень известные подрядчики. Мы будем продолжать там работать. Ну, это будет некая партнерская история. А если стратегично, да, я верю в то, что дом должен быть технологической компанией, что разработка должна быть внутренняя и то, что зависимость от вендоров должна быть минимальной. Спасибо. Меня вчера, увидев анонс нашей сегодняшней с тобой встречи, спросил один малый бизнес. Борис, а вот про цифровую трансформацию вообще нужно мне слушать что-то или нет? Я хотел адресовать тебе этот вопрос. Малому, ну и среднему бизнесу, брать в разработку цифровую трансформацию, что-то там вешать на флаге и куда-то бежать. Имеет смысл или нет? Слушай, ну я могу сказать, что если он хочет стать крупным бизнесом, то да. Если не хочет стать, то нет. Я прекрасно понимаю, ты знаешь, что у меня есть свои компании. Когда ты смотришь, вот, блин, там, не знаю, машины грязные, товар не завезли, или там логистика упала. То есть здесь на северном морском пути пробка из ледоколов, знаешь, образовалась. Вот. А мне не до этого. И здесь огромная, ну, проблема и ошибка, и это уже в область коучинга. Вот. Ты так и будешь всю жизнь этим заниматься. Вот. А если ты заглядываешь немножко дальше, то будет хорошо. Наверное, брать на флаг, бежать, бегать, ну, не надо, но просто разбираться в этом, да. Ну, тогда можешь сформулировать ключевые, наверное, аспекты цифровой трансформации для малого и среднего бизнеса? Что это? Автоматизация, клиентаориентированность, клиентацентричность или что-то другое все-таки? Слушай, для малого и среднего бизнеса первое – это все истории, связанные с клиентами. Это НПС, это клиентские данные, это CGM и прочее, прочее. Да, клиент должен быть в центре, и там само начнет рисоваться. Вторая история – это NoPaper, это повышение эффективности бизнес-процессов. И это вопрос, который работает с точки зрения бизнес-анализа и IT. Да, это вторая история. Вот. А третье, все-таки я всегда об этом говорю, это новые бизнес-модели. Вот, новые бизнес-модели. Спасибо. Ну, смотри, ты мог производить лифты, да, а потом появилась история, когда, блин, давайте по подписке это будем делать. Вот. Ты мог там продавать продукты, а потом раз ты можешь формировать на основе данных какие-то продуктовые истории, там раз в неделю их высылать. Ну, я говорю очень примитивно, это уже все сделали, ну, вот так. А главное – это от клиента и повышение эффективности процесса. Спасибо. Я совершенно с тобой согласен, что это главное. Коль, спасибо большое, что нашел время присоединиться, зайти ко мне на эфир. Очень интересно и о Дом.РФ, и цифровой трансформации, о вашем масштабе, и о том, как ты принимаешь участие в реализации этих проектов. Спасибо тебе большое, и до новых встреч, надеюсь, уже в оффлайне. До новых встреч, спасибо. А всем нашим слушателям и зрителям напомню, что мы выходим каждый будний день на большом количестве разных платформ в прямом эфире. В записи нас можно смотреть на еще большем количестве платформ, ну, и в том числе и этот выпуск уже завтра можно будет услышать в нашем аудиоподкасте, в Яндекс.Музыке, Apple, Google Podcast, Spotify и других приложениях. Всем до новых встреч. Спасибо. Все ссылки, да, забыл сказать, на наши платформы находятся на нашем сайте, практикодейс.ру. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok